В зоне АТО украинским военным удалось ликвидировать вражеского снайпера. Им оказался гражданин России, родом из Узбекистана. В то же время обстрелы продолжаются. Боевики снова били из артиллерии по всему северо-западному краю. Линии разграничения все подробности из зоны АТО узнаем от Ирины Баглай. Тихий поселок Новгородская подконтрольной Украине находится в пяти километрах от оккупированной Горловки, где сосредоточены силы боевиков. Но такой канонады, как вчера, здесь не помнят уже давно. Вечером накануне дома содрогались от разрывов снарядов. Ой, да вчера тут капец было. И стреляли, и сверкало. Вчера испугались? Ну, страшно было, конечно. В подвал бежали? Да, уже так хорошо. Туда попозже. Как потемнело вообще сильно. А давно не прятались в подвале? Да, с того года, наверное. Обстрел начался еще днем. По позициям военных противник открыл огонь из стрелкового оружия. Снайпера, стрелкотня начиналась. Ну, как всегда, это их нестабильная. Потом пошли 120-е, 80-е. Весь двор был усеян осколками от 120-х мин, объясняют плотность огня десантники. И целью врага снова стали мирные дома. Во время обстрела боевики повредили линию электропередач. Ремонтники, несмотря на то, что находятся в прямой видимости боевиков, оперативно ликвидировали порывы. Несколько мин попали по местному кладбищу, осколками разбили надгробие. Но самое страшное для людей было, когда на огневые позиции выдвинулись танки боевиков. На открытую местность выезжать противник не рискнул. Сначала даже ударил по своим же передним позициям, вспоминает боец с позывным «Хруст». Каким бы плотным ни был огонь, он оставался на наблюдательном посту. Там находятся две фермы, и получается, он как бы ховается там, выезжает с своей фермы. Вчера бы они работали, конечно, для нас хорошо, для них погано. Пять пролетов у ихних, и потом два уже до нас прилетело. Кипишь, крик такой-то в твоей позиции, ты что? Ты куда? Куда ты лупишь? Обстрел продолжался несколько часов. Хитрость врага объясняют десантники. Их пытаются спровоцировать на ответный огонь. Недавно под Горловку заехала группа профессиональных снайперов-наемников. Бывают такие дни, что тихо. Бывают такие дни, как будто до них кто-то подъезжает, какие-то профессионалы. Они нас хотят замолить, как сказать, в ловушку, хотят выйти там за стрелецкой оружием, а накрыть чем-то тяжелым, например, минами и танком. Несмотря на уловки врага и то, что они задействовали практически весь свой арсенал вооружения, десантникам удалось подавить огонь, и ночь в Новгородском прошла спокойно. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Анатолий Воробей. Из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер.